Принято считать, что в России две проблемы. Известные вам, дураки и дороги. Но есть еще и, наверное, наиболее опасная проблема, вездесущная, это воровство. Ну, сюда можно донести и кумовство, взятничество. Вот это беда. Как решается этот вопрос в Китае? Мне представлены два коротких очень ролика на WhatsApp. Я хочу с вами им поделиться, а потом мы с вами обсудим, выскажем свое мнение. Первый ролик такой. В Китае сегодня коднили миллиардера и четырех его сообщников. Горный король создал мафиозную группировку, которая отбирала предприятия, и покупала чиновников, и пользовалась защитой высокопоставленных покровителей. Из Китая, Алиса Романова. Статистика казни в Китае, точно неизвестной в последнее время, чаще всего происходит отсрочка смертного приговора. Но на этот раз суд Китая долго ждать не стал. Меньше чем через год после вынесения приговоров, они приведены в исполнение. В отношении пятерых членов мафиозной группировки. Второй. Продолжение следует... Размеренное общение вы слышите после честно выполненной работы этих офицеров и солдат. Что нужно? Возможно ли в России победить коррупцию и воровство? Безусловно. Это делается легко. Для этого нужно не так много. Достаточно на всю страну несколько род солдат и несколько десятков офицеров. Ну, конечно, и судьи, институт, которого тоже нет у нас. И вопрос решается. Очень быстро, эффективно и просто. Но он решаться не будет по понятным причинам. И некоторые мне пишут тоже в разное время, в разных соцсетях. Там, Евгений, подпиши петицию ту или иную. Я всегда этого, конечно же, не делаю. Как можно обращаться к каким-то людям, злонамеренно поникшим твое жилище и несущими тебе, твоей семье, разорение, какое-то нестроение, опасность. Как можно к ним обращаться, апеллируя к их совести, к чести, разуму. Это бесполезно. Поэтому мы имеем то, что мы имеем. И на этом примере я вам показал, что это эффективно, это работает. Просто в сегодняшней России этот инструмент не нужен. Я желаю вам, чтобы вы зрели, чтобы вы менялись, чтобы вы взрослели, мудрели, грядут новые выборы, потом еще какие-нибудь выборы и так далее. Каждый раз у меня есть знакомые, которые работают в частности и в муниципальных каких-то органах. Им говорят, приведи семь человек, кому-то пять, кому-то десять. Если не приведешь, будут проблемы. Но ведь весь смех и весь цирк с конями в том, что проблемы будут именно из-за того, что ты приведешь. А если ты не приведешь, он не приведет, она не приведет, он опять и тот, и тот не приведет. Поэтому я и говорю, что вы взрослете, вы мудрели. Это касается не только социального, мирского нашего мира, но и церковного. Потому что эти же люди, это наши соседи, это наши одноклассники, это наши сослуживцы, это наши друзья по даче и так далее и тому подобное. Я имею в виду и священники, и архиереи, и вряд ли наши соседи по даче будут. Значит, и миряне, и певчие. Высказывайте свое мнение. Говорите, что нельзя предавать Христа, нельзя менять литургию, нельзя менять символ веры. Дашевич Алфеев уже поменял Вселенскую церковь, добавил слово. И нельзя лавки ставить, нельзя убирать иконостас, нельзя убирать дарохранительницу, нельзя спиртовать, нельзя сдавать аттестацию попам, которые служат. Они все сдали аттестацию, они уже предали вас. Они сказали, что экуменизм это норма, это хорошо. Других недослужбы в храмы захваченные сегодня, наши храмы, они допускают. Поэтому я и говорю, что вы, дорогие мои, кто смотрит меня, взрослейте, мудрейте. Потому что ни те, ни иные, ни другие, то есть ни мирские, ни духовные не несут вам созидание, не несут в ваш дом добра и справедливости, если угодно, достатка, стабильности, веры в будущее. Они, эти две компашки, они этого не несут, к сожалению. Поэтому чем раньше вы это поймете, тем больше шансов у вас остаться в живых. И сохранить себя и духом, и телом. Будем жить. Будем жить, друзья. Иначе никак. Ваш Евгений Лопатин. Посылайте этот ролик, ставьте там, как говорится, лайки, пишите комментарии. Что там еще говорят? Пересылайте другим, чтобы больше вы увидели. Хотя я с этого не зарабатываю. Пока.